Умирает 11-месячный ребенок, у него опухоль костного мозга, нужен донор. Группа крови третья, отрицательная. СМС с подобным содержанием все чаще приходит на телефоны, но не каждая оказывается правдой. Не указанный ни город, ни адрес, ни данные ребенка, а только просьба позвонить и переслать сообщение. А вот номер телефона есть, стоит только набрать и снимут деньги. Список, кто у нас нуждается. Тех, кто нуждается в помощи, действительно много, только в базе данных благотворительного фонда ЗАКЭТ в очереди 40 человек. Это дети с тяжелыми диагнозами, каждое обращение тщательно проверяют. Наши сотрудники, они именно выезжают по адресу и проверяют элементарные вещи, то есть бытовые условия, на каком они уровне. Даже вот просто, если сказать, обои есть или нет на стене, есть обои или нет. И только после того, как выяснится, что помощь действительно нужна, начинается сбор денег. В том числе и через СМС-рассылки. Этот способ весьма эффективен, но из-за мошенников люди перестают доверять и страдают добросовестные фонды. Очень удивляются подобным СМС о необходимости доноров в Республиканском центре сбора крови. Они-то точно рассылками не занимаются, к тому же дефицита крови нет. У нас есть запасы, есть специальные холодильники, в которых более 7 тонн хранится плазмы всех групп крови, как говорится. У нас есть отдельный банк эритроцит содержащих. А чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно быть в курсе и перепроверять информацию. Ведь каждый раз, когда с телефона пропадают деньги, пропадает и желание помогать.